Сперва, все-таки, я хотел, чтобы мы ответили с вами на вопросы. Обсуждение, лекции и встречи, диалог ученых сегодня очень важен. От открытия изобретений российских исследователей зависит технологический суверенитет страны. В нашем регионе, где есть и промышленность, и судоходство, и атомная энергетика, наука сегодня в приоритете. В этом году финансирование выросло в сравнении с 2019 годом почти в 40 раз. И порядка 90 миллионов рублей. Меры поддержки новые появляются. Это и свой дом в Арктике, и предоставление аренды жилья, компенсации по аренде жилья. Мы заинтересованы, чтобы наша наука развивалась. Я хочу сказать киперполиции. Как? Киперполиция, они ищут... Чтобы наука развивалась, воспитывать интерес к ней стоит с детства. Для самых юных поклонников знаний в ходе форума организовали мастер-класс по молекулярной кухне. Ребята только начинают заниматься в кванториуме, делают первые шаги, но уже считают науку лучшим увлечением. Если бы не было науки, у нас бы не было ни телефонов, ни лекарств, ничего бы не было. Мы просто не смогли бы жить. Молодые ученые постарше, школьники, на форум привезли свои первые научные работы. Темы интересны и тесно сплетены с потребностями современной жизни. Я представляю свой научный проект создания конвертера десятичных чисел двоичной на основе контроллера Ардуино. Он позволяет переводить из десятичной системы числения в двоичную. Мой проект – это создание виртуального квест-тура по МБО города Мурманской гимназии номер один. Мой проект помогает родителям, ученикам и учителям, которые хотят учить или учиться в нашей гимназии, узнать ее дистанционно. О том, что уже удалось открыть и найти, что хочется еще увидеть своими глазами, постичь на практике, ребята рассказали главе региона. Заручились с содействием и поддержкой. Заодно посмотрите, как это работает, то, чем вы и хотите заниматься. Заручим благодаря. Торжественной частью форума молодых ученых стало награждение тех, кто уже сумел достичь в науке весомых результатов. Победители конкурсов и обладатели именных стипендий губернатора. Сотрудники Кольского научного центра, полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Мурманского арктического университета. А сейчас это действительно в реальное время окно возможностей для российской и прежде всего для науки, которую творят молодые. Вот вы, те самые волшебники, которые создают что-то новое. Сразу две награды получил Артем Пунанцев. Около пяти лет он исследовал доступность качественного образования в семи арктических регионах. Говорит, очень помогла поддержка Мурманской области. Мы систематически побеждали на конкурсе грантов молодым ученым, который ежегодно проводится с 2021 года Министерством образования и науки Мурманской области, за что отдельная огромная благодарность. И, ну, конечно, тоже контакты, взаимодействие с разными органами управления образованием тоже нам дали возможность это исследование провести. И самое главное, выйти на другие регионы. Очень важно, чтобы молодые ученые оставались работать в регионе. Говорят, дом ученого там, где его лаборатория. А это значит, что сегодняшние инвестиции в развитие науки, помощь исследователям непременно окупятся завтра. И Нина Морозова и Павел Третьяков, ТВ21+.